Ну, так, теперь Зевс полез к микрофону. Мне аж страшно стало, бля. Не-не-не. Зевс полез к микрофону. Зевс полез к микрофону. Зевс полез к микрофону. Фнатик. Нави атакуют. Фнатик защищается. Первая карта полуфинала. Ну что, жаркий вечер, ночь. Нам предстоит здесь вареньем. Ну уж так получилось. Что поделать? Начинается игра. Напоминаю людям в стриме, комментирую без информации. Меня прекрасно слышат команды Нави. Ну и, в принципе, фнатики тоже слышат. Это, наверное, сейчас не самое главное. Если бы было две шведских команды, я бы абсолютно спокойно все говорил. Ну все, пошла игра. Да, обе команды вот помнят свои последние встречи здесь, вот на сцене варенья. Опять же, вот напомню всем, что тогда 2-1 победа была за командой Фнатик. Это был полуфинал чемпионата Европы в 2000... Ну и, в принципе, продолжается первый раунд. Минута аккуратно очень играет пока что Нави. Ничего, ну кроме там некоторых перестрелок в центре, больше ничего и не было по ходу этого матча. Так, смотрим, у нас есть ДММ. В районе длины. Ну и теперь уже начинается движение. Фриз, минус 2 с ХАЕшки. Минус Сеня, минус Зевс. Старикс минусует Гакс. И теперь уже 3-4. Да, конечно, по-разному называем этого парня. Гакс, можно Гугс. О, потеряли, потеряли пока что его Фнатик. Бомба стоит. Будем смотреть сейчас за выбиванием. Ну вот, все. Марик дал полностью всю инфу. Ну вот теперь давайте смотреть. Минус 1 Маркелов. Сразу Кзис вылетает на размен. Бомба стоит. Минус от Эдварда. Да, Эдвард. Еще Эдвард. Снова Дэмки Мувики. Король пистолетов продолжает отжигать. 1-0 за командой Натус Винсер. Игра продолжается. Точнее, она только началась. Ну и ДАС-2. Напоминаю, выбор Нави. Следующая карта выбор Фнатик. Это, конечно же, Денюк. Самая слабая карта Нави. И, в принципе, сегодня они проигрывали, но в напряженной борьбе. Правда, со скандалом, но, тем не менее, боевой такой нюк был между Гейн и Натус Винсер. Ну и третья карта. Это будет Трейн. Был, опять же, напомню, выбор у Зевса между Трейном и Тусканом. Выбрал он именно эту карту. Именно поезда. Команда большинством решила, что именно эту карту нужно играть сейчас. Ну, если потребуется. Ну, мы видели, да, как аккуратно тут все чекает Даня Зевс. Ну и смотрим за продолжением. Смотрим, как играют сейчас Нави, какой будет тимплей, что они... Они вообще готовили к этому чемпионату. Очень интересны все их действия. Ну что, Эдвард делает минус. Минус 2. Старикс помогает. Минус 3. В центре все тихо, спокойно. Тэшка минус. Пита. 1 в 5. И минус от Маркелова. Без потерь берут второй раунд Нави. 2-0. Пользу украинской команды. Смотрим за продолжением этого матча. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. 5-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. Минус от Маркелова прошел. Мы смотрим, как сейчас защищаются Нави на эгграунде. И защищаются хорошо. Дают 2 минуса. Ну такая интересная у них стратегия. Не дают к себе подойти. Самое главное, конечно, здесь не дать разойтись в защите. И не дать пушить себя. Вот смотрите, какой интересный выход. Минус от Карна. Ну, Карна отдельный тег. Давайте поменяем быстренько его. Ну, видимо, пока менял компьютер, Карна даже обратила внимание к подписам. Да, и не важно. 3-0 за Нави. Первые раунды проходят спокойно. Выигрывают на пистолетку. Там отжигают Эдвард. Два эка от Фнатик. Ну и теперь уже начинаются раунды наружу. Давайте смотреть, как будет идти игра у парней. Вот сейчас покажу вам самые интересные элементы игры. Фриз очень хорошо сейчас попадает. Минус Маркелов. Все-таки думал, что может быть и... Ну, ладно, пока помолчу. Как хорошо здесь просто справляется с длиной Фриз. Очень четко. Он по одному нашлепал. И остается один Есенин. Я, если честно, знаете, думал, что выйдут вместе и просто по размену минуснут Фриса. Это было бы самым простым вот вариантом. Но начали по одному выходить и получили. Сеня. Сеня остается один в пять. Есть у него 30 секунд на то, чтобы что-то исправить в этом раунде. Но вообще нужен этот мувик, конечно, если он сейчас потащит. Ну, давайте смотреть. Нет. Как с минус. И 3-1 первый раунд для Фнатик. Без потери него выигрывает. Опять же, бонус хороший по экономике. Защита не потеряла девайсы. Плюс деньги зашли за поведу в раунде. И поэтому сейчас чуть-чуть исправились ребята из команды Фнатик. Давайте посмотрим, что придумывает в очередном раунде Датус Винсер. Куда пойдут и вообще, что будут делать. Ну, вообще, конечно же, надо сейчас такая игра, что это дефолт. Фриз продолжает очень жестко стрелять. С ВП еще один минус. Это вот датский игрок шведской команды Фнатик. Пит там. Ну, в принципе, по-моему, имеет шведское гражданство. Но представитель Боснии Герцеговины. Ну, пока что продолжается вот по одному отстрел команды Нави. Старикс с Эдвардом вдвоем пока вообще очень жестко принимают их Фнатик. И очень близкие они ко второму раунду. 53 секунды. Ну, вот, да, последние Дасты, которые мы с вами смотрим, это вот действительно движение на терровском РСП в основном все происходит. Более агрессивно начали действовать все команды в защите. И, как оказалось, это довольно эффективно. Ну, что у нас последние секунды. Раунд за заканчивается время. 3-2. Нави никуда не идут. Второй раунд за Фнатик. 3-2. Продолжение следует... Продолжение следует... Минус от Гзиста, забрал Старикса, Эдвард... Минус в ответ, пока... Опять же равненький размен, 4-4, вот более-менее поагрессивнее начали действовать Na'Vi Но по-прежнему все равно все очень медленно, тихо и аккуратно Вот такой какой-то жесткий КС решили сегодня поиграть командой на Дастин Очень медленную атаку, по крайней мере, пытаются играть Na'Vi И посмотрим, какие плоды это принесет Ну вы видели, очень жесткий минус на Зевсе, просто на ноге вылетает Гукс-минус с хэдшотом 4-3 Сеня не менее жестко отвечает, 3 на 3 ситуация Смотрим за продолжением Минус от Фриса, хорошо, хороший минус с АВП Вот сейчас Эдвард делает... Нет, Эдвард и Сеня сделали 2 фрага, остается Пита против двоих Бомбу ставят в последнюю секунду и теперь двое против одного игрока Давайте смотреть за продолжением этого раунда Эдвард! Да, спасает Эдвард раунд для команды 6 и Сеня 24 У Ваня оставалось 4-2 за Na'Vi и пока что они продолжают выигрывать на первой карте Второго полуфинала сегодняшнего дня Ну и в принципе ничего такого страшного не произошло ни для Na'Vi, ни для Fnatic Стандартный такой счет для Дастов, правда Ну, нами брали последний, конечно, все нормально у них пока что Давайте смотреть, что придумают сейчас Карн в защите и какие он тактики будет предлагать своим соперникам Минус от Эдварда! Вырубает просто Фриса сейчас Просто с первой поля экзист, отвечает, забирает Эдварда и 4 в 4 4 в 4 пока что ситуация Здание Зевс Все-таки забрал Эдзиста Na'Vi уже в большинстве минуты 5 секунд Остается, ну, в принципе, можно пару раз между точками побегать за такое время Поэтому, как бы, смотрим, что придумает Na'Vi и как они попытаются сейчас реализовать свое большинство В общем-то, на самом-то деле, сейчас хорошая ситуация, чтобы выиграть еще один раунд И придавить команду Fnatic Опять же эти ребята так просто Не отдадутся ни на никакой карте Ну что, еще 35 всего секунд остается, надо смотреть за тем, конечно, что сейчас будет происходить Вот сюда Ну что, мы увидим, что не попал сейчас Снайпер светской команды попадает второй раз Со второй попытки минус Есенин Бомба стоит и уже пошел отсчет таймера Три на три ситуация По игрокам равным Ну, тут уже и у Дани перестрелка, по-моему, была Ну, посмотрим Где в стэшке делает минус? Ну что, че? Да, это пятый раунд для НАТО с Винсеру 5-2 счет в этом матче Ну и Fnatic после минуса от Дани, понятное дело, не пошли уже в меньшинстве на точку Которую, в принципе, нужно в большинстве выбивать Ну, все правильно, все правильно Экономят деньги сейчас команда Fnatic и MSI И, в принципе, это правильно Ну что, Сеня В этот раз агрессивно в тэшке прорвался Ну, как бы, законтролил там поджим от Гзиста И опять НАВИ в большинстве Очень медленно, но, в принципе, потихонечку, знаете, шаг за шагом Они набирают раунды Посмотрим, что будут делать ребята из Fnatic На самом деле, конечно, было бы очень жестко Вот, чтобы я мог все говорить И вот все расклады, на самом деле, интересно Интересные раунды показывают И одна, и вторая команда К сожалению, могу пока что только показывать вам О, ты! И три в два ситуация Вот врывается в точку Гакс, минус два, минус Сеня, минус Эдвард Два на два ситуация Зевс Маркелов Двадцать секунд до конца раунда И вылетает все-таки Зевс Спешит, спешит Десять секунд Маркелов ставит хедшот И ломанулись, ломанулись Бомба осталась на точке Поэтому пришлось Зевс Маркелов выходить Да и не успели бы они Добежать до другого плента И пошли на перестрелку И Ну, по фрагам Все-таки победили Команды из Швеции Шесть-два Еще один раунд В копилку украинской команды Продолжается матч Но и потихонечку Уходят в отрыв В первой половине И Играют в атаке В принципе так, как и нужно Ну, в принципе На самом-то деле То, что сейчас происходит Мы были готовы к этому Что нами должны были Поскольку на своей карте Показывать отличную игру Но, в принципе Опять же Только Только первые восемь раундов матча Из тридцати возможных И может быть Еще их повольше Поэтому Нави стоит не расслабляться Нави нужно давить до конца Иначе все будет печально Ну, мы Как, конечно, все с песен знаем Что Нави давят до конца На самом-то деле Сейчас посмотрим Продолжат ли они Свой успех На Дасте Вот дальше, конечно Будет уже Неприятная ситуация Для украинской команды Будет днюк Но, как бы Опять же Соперники Нави Вот учат команду Играть на нюке С каждым выбранным нюком Они играют Все сильнее и сильнее Эту карту 7-2 Пока что Вот прошел Так, раунд Фнатик И команда Нави Пока Опять же Без ошибок Играет Уже несколько Не знаю Три, четыре, пять Раундов подряд 7-2 За Натус Винсер И еще Шесть Раундов Нам смотреть До конца Половины Ну, давайте Давайте Наблюдать за тем Как Нави Будет играть в этом раунде Пока что Они, так сказать Усцепили команду Фнатик Своими медленными раундами И, конечно Сейчас Маркелов Очень важен С этим фрагом Просто выходит На ДЛ Дает минус И Снова плюс один В начале раунда Для Нави Как-то все уж Чересчур Просто Пока происходит Видимо Немногие Украинские фаны Смотрели Финал Недавний Чемпионат Европы В Варшаве Как там Задавили Просто Польские фанаты Команду Нави Своим гулом Ну что ж Тридцать Секунд Полминуты Полминуты есть У Нато Свинцер Для Аркады Зевс минус Карн Фриз Хэтшотом Забирает Старикса Фриз Хэтшотом Забирает Зевс Зевс Должен убивать Не получилось Фриз очень жесткий Оказался Три в два На большинстве 18 секунд Бомба установлена Минус от Гзиста Два на два Маркелов Эдвард Питокзист Маркелов Делает минус Гзист Остается один Убирают Маркелова И один на один Играет Гзист Раунд Ваня уверен Да Уверен Ставит Хэтшот Гзист Но был момент У шведского Игрока Выйти И дать Первое Пуле Не попал 8-2 8-2 За Нави 5 раундов Еще атаковать Это только первая карта Полуфинала В финале Уже ждут Москва 5 Но мы помним Не менее эпичный Полуфинал М5 ДТС Все решилось На третьей карте В овертайме Опять же Это была решающая карта Дынюк Но на сейчас Если что У нас решающим Будет Трайн Ну как бы Пока еще Пока еще Мы на Дасте Нужно решить Кто же все-таки Будет иметь преимущество После первой карты Ну и смогут ли Все-таки Нави дожать Дожать свой выбор Даст 2 Ну вы наверное Заметили Когда что украинские команды Вот Сегодня выбирают Даст Вообще карта Конечно по-моему Самая сбалансированная Самая интересная Если честно Вот очень Любим мы все Эту карту И я не знаю Наверное Многие украинские команды Начинают тренировки Именно Именно с Дэдаста Да и обычно До Форджа и Миража Дело не доходит Минус от Девса Пытаются его Минус 0 тэшки Нет в это время Эдвард ставит хэдшот Минус еще От Ивана Сухарева И остается Карн с Гзистом Вдвоем Вдвоем пока Даня перестрелка С Карном Встреча капитанов Заканчивается Минусом От Дани Зевса И здесь Остается 1 в 5 Ну и здесь Подсидел его Зевс Собрал Собрал он здесь Игроков Шведской команды 9-2 Опять же Раунд за раундом Нави Идут вперед Так Ну Я даже не знаю Смогут Линави еще 4 раунда Таких последних Потащить Вот в таком же стиле Ну понятно Почему так играют Аккуратно Потому что Ждут аркад Ждут поджимов Поэтому Таком матч как полуфинал Нужно быть абсолютно аккуратным Проверять каждый угол И допустить Вот первого минуса Со стороны соперников И Принципе сейчас На самом деле Обе команды аккуратны Но Более удачливый В Атаке Нави Тут еще преимущество Стороны пока что Ним используют его Используют очень хорошо Эдвард уже здесь Посмотрите Минус Пита Фриз все-таки попадает В Эдварда Старикс дальше Разменивает И снова Весь размен В пользу Нави 4 в 3 Нави в большинстве Плюс 1 пока что Даня Зевс Встреча в центре Бомба установлена И Теперь уже Очень сложно будет Сейчас шведской команде Выбить Украинских игроков Но продолжаем смотреть Всякое может случиться Всего лишь на одного Большего Нави Ну что Взрывается бомба Последние секунды Все-таки минус Зевс Забирает его Карн минус Старикс Нет Не добежали Не добежали до позиции Нави Побежали уже Выбивать оружие Но это было поздно Но все равно В принципе Пока что серия раундов Нави растет Серия победных раундов Нави 10-2 Три раунда остается До конца Первые стороны Пока очень хорошо Атакуют на первой карте Нави Очень даже хорошо Ну не говорю идеально Потому что все-таки Два раунда удалось взять Команде Фнатик И Причем эти раунды были в начале Казалось что сейчас Будет очень равный счет Но нет Нави Успокоились И начали хорошую игру Демонстрировать Парыч минусует Даню Зевса Ну и вот теперь Я не знаю По-моему Впервые За раундов 8 Первый фраг Делает команда из Швеции Нави остается в меньшинстве 4-5 Старикс Все-таки сделал минус Парыч минуснул Гукс хэдшотом И теперь снова есть Пространство И равное количество игроков Но Опять же Больше места Для атаки Перед Натус Винсером Ну смотрите Фриз одного отыграл Неплохо Хэдшотом таким диким Забрал Старикса Все было сделано В движении И довольно Довольно неплохо получилось Разыграть раунд Эдвард все-таки Нашел Нашел Кзиста Сеня делает минус Как В прыжках Фриз Создает фраг Два на два Два на два Ситуация Но плен стоит Ну и вот Теперь смотрим За развязкой В этом раунде Даже не знаю Кого вам показать Вот этого парня Наверное буду показывать Эдвард С каждой игрой С каждой игрой Нави На нюкей Они играют Все лучшее И лучшее Скоро это станет Их лучшей карты Еще так Пару чемпионатов Вот со свободным Пиком Карты Старикс Зевс На четыре 63% Хэдшотов Три раза Сделал Минус два Два раза Минус три Один раунд Один в один Взял Ну конечно Ваня пока что Выглядит очень солидно Эдвард На длине Поставил хэдшот Минус пита Там какое-то время Где-то Сеня Еще поперестреливаться Умудрился Ага Вот здесь видимо К нему кто-то подходил Фриз забрал Эдварда Сразу же с Фамаса Ответил Четыре в четыре Гзист Минус Старикс Хэдшотом Да как так Ага Сережа видимо Хотел развить успех Прошлого раунда Ну смотрим За продолжением Три в четыре Как бы В любом случае Будут Обе команды Играть до конца Там никаких сейвов Ничего не будет Последний раунд Все-таки Ну и Давайте смотреть Вот сейчас Хорошо вышел Гук Сдал два минуса Успел зацепить Еще Маркелу И вот Сеня Сразу же разменял Но Марика было мало холсов Поэтому так быстро Минуснули Марик бы в принципе И сам мог там Сдегла ответить И Сеня на один в три Да Сразу же Четко ставит Хэдшот и фриз Счет матча Двенадцать три Ну и в принципе Если Нави умудрятся Взять пистолет То Довольно легкий Может получить Дэддаст Ну мы видели Тысячи ситуаций Когда вот команда Выиграла первую сторону Двенадцать три А потом получала Камбэк Поэтому Не на секунду Нельзя расслабляться Украинской команде Ну а Фнатиков Задача простая Просто Играть за атаку И тащить Иначе будет все печальным Вот небольшое обсуждение Небольшое обсуждение У обеих команд Между половинами Да Фнатик Тяжелая задача Сейчас нужно будет Собраться И вытягивать Дэддаст второй Дэддаст второй Дэддаст второй Ну что Пошли рестарты Двенадцать три И первый пистолетный раунд Второй пистолетный раунд На втором Дасте Давайте просмотрим Наверное за Нет Сначала с карты Потом уже Выберем Жестких рвачей На пистолетах Десять такие В каждой команде Но всякое может быть Нет 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 Все таки я сюда Так Ну вот теперь Что-то война Я смотрю В районе пары чем Видел соперников У Маркелов Да Такой даст вообще Болзучий Обе команды будут Довольно медленно Играть За атаку Ну Нави уже Свои раунды отыграли Теперь посмотрим За ребят Из команды Фнатик Старикс вроде бы Спину поджал Но Карн Карн ответил Дал минус Эдвард Делает фраг Делает фраг на центре 4 в 4 Ситуация Ну что И вот уже Видит Видит Марик Да Всю ситуацию Ух ты Как хорошо Ему сейчас попали И добивает Добивает Карн Отлично Проводит капитан Фнатик Этот раунд Минус от Зевса Минус Карн Так Встреча капитанов Снова за украинским 3 в 3 Бомба стоит Минус от Пит И вдвоем Эдвард с Зевсом Остается Зевс Зевс Минус Смена пистолета От Эдварда Зевс Вытягивают Они пистолеты Вытягивают И берут 13-й раунд В этом матче Счет становится 13-3 Но была установлена Бомба Было сделано 3 минуса Поэтому это еще Не конец Давайте смотреть За продолжением Чем дальше Чем интереснее Да 3 раунда Победа Нави На первой карте Но Пока что Беда с пистолетом И у Фнатик Но на оружие Они могут Жестко раздать На счастье Эскимос Красавчик Запишите на мой счет Бьется посуда В арене тем временем Бастер Бастер И у Ухо! Ухо! Вот это да! Вот это кзис, друзья! Вот видели, как он разобрал 2D. Просто два хэдшота и раунд выигран практически. Смотрим за ситуацией на карте. Бомба установлена. И тишина. Минус Сеня. Вот и переворот на карте, видите? То, что я сказал, что это еще не конец. Бомбу поставили и воспользовались пока что возможностями Fnatic. Остаются 4 в 2 в большинстве. И теперь у нас действительно будет атака. Атака от шведов. Игра немного затянется. Минус от Маркелова, минус от Зевса. Взорвалась бомба. И да, все-таки два оружия сохранили. Четвертый раунд за Fnatic. И теперь они немного перевернули экономику. Но все-таки не полностью. Не полностью. Два оружия уже было у Na'Vi. Осталось. И поэтому даже с двумя оружиями любая топ-команда очень опасна. Там уж как пойдет. Гзист снова хорошо играет под B. Очень неплохой минус. Поймал капитана Na'Vi на поджиме. Тут еще и Старикса забирает. Снова фраг от Гзиста. Вдвоем. Вдвоем остаются... Нет, точнее втроем. Украинские игроки. Ну, знаете. Пока... Пока будет все под контролем Fnatic. Пока у Na'Vi снова не появится полный девайс. Смотрите. Минус от Гукса. Минус два. И минус... Минус от Эдварда. Да, сейчас его не выпустят, наверное, отсюда из центра. Да, трое игроков сразу же побежали за АКМом по информации. 13-5. Пятый раунд за командой из Швеции. И потихонечку они начинают отыгрываться за атаку. Ну, посмотрим, что будет на оружии. Ждем... ждем девайсов. ... 13-6. Шестой раунд за Fnatic. Счет второй половины 3-1. Пользуясь шведов. И вот он. Первый яйзь. Раунд мечты Фанатов Na'Vi возможно сейчас пойдет Да, здесь видели парня Ну, пока успехов не приносит Na'Vi Да, все спокойно, я уверен, что шведы Тоже будут не очень быстро Сегодня такой медленный стиль на Дастин Так, а у нас Нюх потом еще будет Там, в принципе, здесь большая вероятность Типа того же будет происходить Но там, может, конечно, быть побольше аркад Хотя, не факт Так, ну, действительно все Очень непривычно, вот Неужели настолько, настолько сосредоточены обе команды Что вот так аккуратно Играют, никто не рискует, никто не летает Все очень тихо и спокойно Так, ну, здесь под флеш поймали Зевса Чуть выше он прицел поднял, когда его ослепили Маркелов минус Карн в это время Ну и пока еще не ясно, что будет 18 секунд есть у шведов Маркелов еще принимает на парче Маркелов принимает третьего на парче И два в четыре Фрис и Гзист остаются вдвоем Бомба уже на аппленте Маркелов делает покер Гзист один И Маркелов фейс 14-6, два раунда до победы Нави И, конечно же, просто важнейший раунд для себя Только что выиграли на Ато Свинсер По-моему, даже Никого не потеряли в предыдущем раунде Дайте вспомню Ну, Зевса, Зевса потеряли, да Был минус от Карна Ну, как бы нормально В любом случае при своих девайсах вы остались И это очень хорошо сейчас, когда счет 3-2 Во второй половине в пользу шведов Ну, и уже 14-й Это тоже немаловажный фактор В этой игре сейчас еще аккуратнее Возможно, встанут шведы Кто их знает Давайте глянем Куда, куда Ходит Вот этот парень Ну, а что пошло? Пошло какое-то движение Давайте смотреть, что сейчас будет происходить Минус на длине Пита забирает Сеню Забирают троих сразу игроков Нави И Старик с Маркелом остаются вдвоем Минус от Марика Бомба установлена Ну, 2 в 4 ситуация Минус от Старикса 2 в 3 Вот он мог сейчас сравнять количество игроков в Стариксе Можно было еще и ломануться И раунд попробовать взять Да, немного не угадали сейчас с тактикой Ребята из Нави Ну, не то, что не угадали с тактикой Они решили все-таки удивить шведов И переместили МВП на точку Б Поставили Маркелова на платформу А, сплит, сплит пошел на Аплент Длина плюс пароч Еще один минус от Маркелова Ну, и он сохраняет свое оружие 14-7 Двойное преимущество Нави Раунд за Фнатик Продолжают они выигрывать за атаку 4-2 И очень такая, знаете, вязкая, вязкая игра Посмотрим, что в очередном раунде Нам продемонстрирует команда Нави И, конечно, запроследим за Маркеловым Где же он будет сейчас? Пошла инфа, там попал, я слышал Это прошивали Т-шку А Эдвард поднимается снизу Зажим и вот поймали Поймали Фнатика Вот видите, Нави все это время Когда играли за атаку Они, ну, по-моему, ни разу Один раз Сеня залетел в Т-шку А до этого ходили все медленно и тихо А вот Фнатик решили Сыграть агрессивно И тут же поймались Поймались на вот этот раунд поджим Двое с Б и один с Мидла Ну, вот теперь смотрим 5 на 2 Ситуация Остаются два игрока шведской команды И 4 у Натус Винсер минус Зевс Ну, да, тут 3 хп оставалось после Зевса Старик сразу же добивает Гукса И Пита 1 в 4 Очень близки Нави к 15-му раунду И останется просто добить Еще один Попадают, попадают В Питу минус от Эдварда Хороший поджимчик был 15-7 И у Нави 8 матчпоинтов на первую карту Дедас 2 Маркелов минус Фриз И уже Нави в большинстве Опять агрессивно действовали Нави Но вот потом Мы видим, что отошли Ребята больше И не нужно Забрали одного Сделали себе плюс 1 Вот теперь надо играть аккуратно Вон он Сделали себе плюс 1 Парыч забрали только что Питу Минус от Эдварда 5 в 3 уже ситуация Да, жестко отыграли здесь Старик с Девсом Победа Нави Ну там еще, конечно, после смерти Фриса Карн пытался попудрить немного мозги Взял АВП, пытался отстрелить Мидл После этого стрелил, чтобы его услышали, что кто-то с АВП Поменял Девайс И немного пытались они обмануть сейчас команду Нави 16-7, 1-0 в серии за командой Натус Винсер Но теперь выбор Фнатика Теперь уже как бы у них есть Да, должно быть, по крайней мере, преимущество на этой карте Это их выбор И мы видели, что, опять же, их знаем прекрасно Что Нави играют хуже остальных карт Нюк Но, честно, вот, соперники Нави, вот, прокачают эту команду Вот, что мы там, не знаю, через полгода увидим, что это будет Нюк, пик Нави Вот Может быть и такое Ну что, пауза Пауза минут 5 И мы продолжаем матч между командами Фнатика и Натус Винсер Вторая карта Денюк Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!